Молодежный парламент, орден матери и на чистоту. В Бобруйске прошел городской субботник. Сколько деревьев посадили в 7-м микрорайоне и кто вышел на уборку? Это большие итоги и самые яркие информационные акценты недели, а те, кто увидел все своими глазами. Я Максим Кембель, мы начинаем. Дистанционная диагностика, консульство закрыто и всенародное обсуждение. Референдум по новой конституции Беларуси пройдет не позднее февраля 2022-го, о чем предостерегает президент. Чистый челлендж. В Бобруйске прошел городской субботник. Пусть наш город будет чистым, красивым, пусть приезжают сюда гости. Где навели порядок и почему труд объединяет. Они – наше будущее. В Бобруйске прошли выборы в молодежный парламент. Выборы проходят спокойно, выборы проходят активно. Какие условия для кандидатов и что они предлагают. Гастрономический рай. В торгово-экономическом колледже выбрали лучшего повара и кондитера. Оцениваем их уже по критериям приготовления блюд. Какие критерии и куда дальше отправятся победители. Ураган Аврора. Теракт в Дамаске и ковидные каникулы. Москва уходит на частичный локдаун. На сколько дней и как будут работать организации. Весело и с пользой провели время. В Бобруйске прошел субботник. На генеральную уборку вышел весь город. Руководство, депутаты, члены молодежного парламента, представители центров территориального общественного самоуправления и все неравнодушные. Одни убирали листу, другие садили деревья. Чаще стало дворах, парках, скверах. Еще больше подробностей смотрите прямо сейчас. Суббота день добрых и полезных дел. В Бобруйске с самого утра люди взяли в руки лопаты, грабли. Наводят порядок все. От обычных граждан до чиновников. Например, в молодежном микрорайоне, он же седьмой, приземляется трудовой десант. Объем работы большой и очень важный. Высаживают более тысячи деревьев. Как настроение сегодня, несмотря на погоду? Супер. Хоть и очень прохладно, но мы настроены по-боевому. Вот садим замечательные деревья. Ни для кого не секрет, что сейчас экологическая ситуация и в стране, и в мире, она не самая лучшая. И вот эти мероприятия позволяют сохранить нашу первозданную природу, чтобы все было хорошо, чтобы все было красиво. Чем сегодня занимаетесь? Занимаемся посадкой деревьев, благим делом, облагораживаем наш город и воссоздаем парк семейных деревьев. Не холодно работать? Труд облагораживает человека и очень как-то бодрит тепло. Александр Студнев тоже сменил официальный костюм на рабочую одежду. Мэр Бобруйска не пропускает ни один субботник, ведь это не только нужное дело, но и хороший личный пример. Суббота, свежий воздух, работа, все здоровы, крепки, ну и хорошее настроение у каждого. Уборочная кампания захватила весь Бобруйск. Трудятся руководство города, депутаты, члены молодежного парламента, представители центров территориального общественного самоуправления и все неравнодушные. Предприятия тоже не остаются в стороне. Вот фондоковцы гребут листу по улице Ленина. В руках инструмент, на лице улыбки. Сегодня вот вышли убрать город, чтобы сделать его чистым. Очень много листвы насыпалось, надеемся, что деревья уже осыпались и больше уже такого большого объема работ не будет. Пусть наш город будет чистым, красивым, пусть приезжают сюда гости. А вот шинники разбились на бригады и убирают Гагарина. Плюс в помощь техника. Задача очистить зеленый газон от опавшей листвы. Мы, как и все граждане республики, стараемся внести свой вклад в благоустройство, красоту города, навести порядок. Тем временем на Карла Литмихта 58 дождик моросит. Но погода не проблема. Небольшим, но сплоченным коллективом сотрудники Ленинского ТЦСО на наводят порядок. Говорят, генеральные уборки они всегда готовы. С хорошим настроением. Дождик нам, конечно, немножко помешал. Но мы привыкли со всеми трудностями. Борем все вместе. С коллективом вышли на уборку. Облагораживаем нашу территорию. Вот и гимназисты работают. Преподаватели делятся на две бригады, чтобы больше успеть делать. Одни убирают на Минской, другие Ковза на улицу. Как относитесь к таким субботникам? Положительно. У нас в нашей стране должны быть такие мероприятия. Сотрудники ТАИМа тоже подключаются к чистому челленджу. Объем работы большой. По плану уборка внутренней и прилегающей территории. А также по маршруту от 50 лет в ЛКСМ до Аджиникидзе. Настроение у нас прекрасное. Мы наводим порядок в нашем любимом городе, который очень любим. Он чистый, красивый. И поэтому с прекрасным настроением вышли все на субботник. И набили порядок. Субботник – это бескорыстный труд на благо общества. Приятно же осознавать свою причастность к родному городу, к месту, где живешь и работаешь. Тем более 2021 год народного единства. А как известно, труд объединяет. Может, в этом и кроется причина, почему в этот день многие продолжают эту добрую традицию. Максим Кембель, Ольга Васенда, Стас Чичерин, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Женщины с большой буквы. Ордена матери вручили двум бобручанкам. Торжественное событие прошло в стенах администрации Ленинского района. Виновницы пришли поддержать и к семье. Кроме почетной грамоты, цветы и подарки. Орден матери – это колоссальный труд. Чтобы его получить, нужно воспитывать пять и более детей. Например, Марина Шанских сейчас ждет пополнения в семье шестого ребенка. Я рада, что у меня вообще такие вот детки растут. И спасибо нашему президенту, что награждают, не забывают многодетных. Даже если посмотреть и на сирот, которых очень жалко деток. Хочу, чтобы все были крепенькие, здоровенькие. Никогда вот счастливые. Главное – всем здоровья. Для администрации Ленинского района очень большая честь и большая радость поздравить сегодня, в этот октябрьский день, наших орденоносец. Женщин, которые удостоены чести Ордена Матери. Всего Ордена Матери награждены более 190 женщин Белоруссии. Получить такое признание удается только тем, кто достойно и с любовью воспитывает своих детей. Денежная поддержка, требования американских властей и важные изменения. Школьники и студенты с признаками ОРВИ могут не посещать занятия без правки. Насколько дней можно брать отгул? Громкие заголовки недели далее в специальном обзоре. Референдум по новой конституции Белоруссии пройдет не позднее февраля 2022-го. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с рабочей группой по доработке проекта. Президент предостерегает, любой неверный шаг способен поставить под удар страну. Итогом деятельности комиссии должен стать полностью прописанный документ. Его рассмотрят на финальном заседании, а затем вынесут на всенародное обсуждение. Беларусь закрыла генеральное консульство в Нью-Йорке. Таким было требование американских властей. Теперь наши соотечественники, проживающие в США, должны будут по всем вопросам обращаться в посольство Республики Вашингтоне. В МИД отметили, что предпринимаются все усилия для сохранения уровня оказания услуг своим гражданам в условиях новых ограничений. Пройти стихосмотры теперь можно дистанционно. Специалисты сами заберут транспорт для диагностики. На экспертизу идет несколько дней. Все этапы готовы подтвердить документально, фото и видеосъемкой. Есть и обязательные требования – наличие страховки и столичной прописки. Цена около 230 рублей. Проект пилотный, доступен пока только в Минске, исключительно для легковых авто. Если услуга кажется популярной, к ней подключатся и регионы. Школьники и студенты с признаками ОРВИ могут не посещать занятия без правки до пяти дней. Такая договоренность достигнута между здравоохранением и образованием Беларуси. Сообщается, что норма будет действовать во время периода высокого подъема заболеваемости вирусными инфекциями. Разрешение распространяется на школы, среднее и высшее учебное заведение. Белорусский Красный Крест начал новый этап выдачи ваучеров уязвимым категориям граждан. Поддержка направлена людям с инвалидностью, с доходом ниже бюджета прожиточного минимума и многодетным семьям. Помощь денежная. Общая сумма – 270 тысяч. Закупленное распределено по областям – 2000 чеков на сумму 135 рублей. Раздать их должны до 15 ноября. Повторение «Мать учения». В Бобруйске проходит акция МЧС «За безопасность вместе». Стартовала она 18 октября. Осенне-зимний период, он же отопительный. Пожары опасны. В планах у спасателей – рейды, беседы с профилактическим уклоном. Их цель – это предупреждение пожаров и гибели людей на них. Повышение уровня безопасности в домовладениях и квартирах, местах проживания граждан. Стоит отметить самые распространенные причины пожаров. Неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении. Нарушение правил эксплуатации печного отопления. Использование неисправных электроприборов. Решающий день. В Бобруйске прошли выборы в молодежный парламент. Он действует при городском совете депутатов от 16 до 31. Возрастные рамки кандидатов, у которых есть свой электорат и программы. Одни хотят заниматься вопросами отдыха, другие – спортивными. Третьи – приевать патриотизм. Как проходило голосование и сколько претендентов. Все подробности в нашем следующем материале. Голосование открыто. В Бобруйске проходит выбор в молодежный парламент. Он действует при городском совете депутатов. Чтобы войти в его состав, вам должно быть не меньше 16 и не больше 31. Еще одно условие – необходимо учиться в учреждениях среднего, профессионально-технического или средне-специального образования. Например, в автотранспортном колледже на заветное место претендуют три кандидата. У каждого есть своя программа. Избирателей – 382 человека. Большинство молодежи в данный момент не имеют определенной цели, скажем так, организации свободного времени, досуга. В моих основных целях – это коротки организовать досуг в свободное время. Я составил свою предвыборную программу и уверен, что с ней молодежь больше узнает, что такое молодежный парламент и начнет больше принимать в этом участие. В технологическом колледже тоже три кандидата. Правда, все представительницы прекрасной половины человечества. Чтобы сделать свой выбор, у избирателей есть 7 часов. Их, к слову, больше 300. Гонка здесь не шуточная, все по-взрослому. Сперва были выдвинуты претенденты. После они составили свои программы и потом уже настал черед предвыборной агитации. Сейчас день Х. Участие в выборах принимают все учащиеся учреждения образования. Это и ребята с первого, и второго, и, соответственно, выпускного курса. Участникам выборов главное являться учащимся учреждения образования, иметь ученический билет и быть, соответственно, в списке. В 17-й городской школе вовсю идет голосование. Ребята отмечаются в списках, берут бюллетень, заходят в кабинку, ставят галочку и свой бланк бросают в прозрачную урну. На место в молодежном парламенте претендуют два кандидата. Это лучшие, самые активные представители своего поколения. Оба учащиеся 10-го класса. Избирателей 42. Выборы проходят спокойно, выборы проходят активно. И сегодня действительно у нас в школе праздник, и поэтому у всех праздничное настроение. А вот в 31-й школе уже привычное количество кандидатов – трое. Два парня и одна девушка. 214 человек обладают избирательным правом. К слову, соблюдаются все антиковидные меры. Комиссия в масках при входе антисептик. Что касаемо программ претендентов. Все они заточены под здоровый образ жизни. Создать специальные комитеты, которые будут помогать психологически детям. Также спортивные какие-то организации, КВН и много всего интересного для поддержания молодежного парламента. Молодежный парламент – это самые активные представители современного поколения. Ребята принимают участие в диалоговых площадках, решают общественно-политические задачи. Они – будущее не только нашего города, но и страны в целом. Максим Кембель, Карина Гуревич, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Что почем? В Беларуси продолжают следить за ценами на лекарства. Некоторые аптеки с проверкой заглянули в парламентарии. В центре внимания – социально значимые препараты. Всего 50 наименований. Есть ли нарушения и почему в мониторинге дело нужное? Расскажет Ольга Васенда. К вам ревизор. В руках парламентария – список не покупок, а цен на лекарства. В фокусе внимания – позиции первой необходимости. Антибиотики, жаропонижающие, препараты для сердечно-сосудистой системы. Все в рамках мониторинга, в ходе которого учитывается не только стоимость, но и наличие. Согласно перечню, все 50 препаратов первой необходимости, также цены, которые были зафиксированы на 24 февраля 2021 года, на сегодняшний день не повышаются, по отдельным позициям даже несколько ниже. Парламентарий проверяет аптеку, сети, фармацея. К слову, она закрывает ряд социально значимых вопросов. Например, у них удобное расположение. Это касается города и района. Плюс широкий ассортимент товаров и приемлемая стоимость. Есть место и акциям. Предоставляются скидки для пенсионеров, мам в декрете, граждан, имеющих медицинскую карту или дисконтную. В настоящее время у нас проводится ряд акций и скидки по многим позициям. Например, дежурная аптека, как аптека, в которой вы находитесь, значит, с 7.30 до 9 утра ежедневно проводит скидки до 10% от торговой надбавки на все лекарственные препараты, медицинские изделия, то есть на весь ассортимент, имеющийся в аптеке. Итог проверки без замечаний. Парламентарий уверяет, такой способ работы защищает от необоснованного роста цен. На сегодняшний день в Бобруйске 32 аптеки государственной формы собственности и 65 частных. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. С местным колоритом билет на Республиканский фестиваль национальных культур. В Бобруйске прошел отборочный тур. Театральная постановка, вокал, танцы и стихотворения. В списке 8 номеров. Через призму выступления участники раскрывают все грани своей национальности. На сцене Дворца искусства евреи, татары, украинцы. Уже 6 ноября бобруйчане покажут свои таланты на областном этапе. Завершающее мероприятие состоится в городе Гродно. Как правило, он проходит раз в два года. И на протяжении отборочного года по областям и городам нашей страны национальные диаспоры, скажем, индивидуальные исполнители принимают участие в этом фестивале. 13-й Республиканский фестиваль национальных культур пройдет летом 2022-го. Участникам предстоит показать поколение людей, которое выросло и изменилось за 75 лет мирной жизни. Теперь о сладких страницах нашей жизни. В Бобруйском торгово-экономическом колледже прошел конкурс. Выбирали лучшего кондитера и кулинара. Критериев много. Например, это не только вкус и внешний вид, но и техника приготовления. Победители отправятся на областной этап. Карина Гуреевича ценила на вкус шедевры участников. Чем покорить любого человека? Ответ на этот вопрос знает Александр Дегтяров. У парня сладкая профессия, правда, будущее. Учится он на кондитера. Мягкие бисквиты, сиропы, взбитый крем и мастика. Юный кулинар способен на многое. А продемонстрировать все грани своего таланта – это всегда пожалуйста. Мои родители поддержали меня сразу с моей идеей. Помогли с документами. И сейчас я дома готовлю тортики и всякие блюда. Моя мечта на будущее – это завести семью и открыть какую-нибудь семейную кондитерскую. И работать в ней. Наш герой вместе с другими его коллегами участвуют в конкурсе кондитерского искусства. Подобные состязания в торгово-экономическом колледже – традиция. Условия. Час на подготовку, еще четыре на приготовление. Это выпечка и оформление. Плюс фигуры из мастики. Оценивают две комиссии. Одна из них дегустируют вслепую. Мы как те представители, которые видят, что делает участник, оцениваем их уже по критериям приготовления блюд, по критериям технологии приготовления каждого из кондитерских изделий. И дальше уже смотрим оформление и качество приготовления. Есть и вторая компетенция – кулинарное искусство. Правила такие же, как и для кондитеров. Разница только в блюдах. Готовят холодную закуску и горячее. По итогам два лучших ученика отправятся на областной конкурс WorldSkills 2022. Покорять жюри своим гастрономическим талантом. Сам областной конкурс также проводится ежегодно. Республиканские конкурсы проводятся один раз в два года. И по итогу уже республиканского конкурса участники едут на мировой конкурс, который будет проводиться в 2024 году. Помимо подготовки к WorldSkills в колледже проходят и другие конкурсы. По традиции Дню повара предшествует целая неделя различных активностей – выставки, викторины и мастер-классы. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Максим Галенка. Итоги недели. Разрушительная стихия, частичный локдаун и колесо обозрения. В Дубае торжественно открыли самый большой в мире аттракцион. В чем его уникальность? Далее обзор громких мировых заголовков. Москва уходит на частичный локдаун. С 28 октября по 7 ноября в столице объявлены нерабочими днями в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом. В частности, приостанавливается функционирование предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости. В детских садах и школах объявляются каникулы. В сирийской столице подорвался автобус с военнослужащими. Террористы привели в действие две взрывчатки. Когда транспорт проезжал в районе Президентского моста в центре Дамаска, погибли 14 человек. Еще три получили ранения. Власти не сообщают о пострадавших среди мирных граждан. Кроме того, было найдено третье устройство, которое саперам удалось обезвредить. На Центральную Европу обрушился ураган Аврора. В Чехии около 300 тысяч домов остались без электричества. Пожарным и спасателям пришлось ликвидировать более 3000 ЧП. В частности, расчищать автодороги и железнодорожное полотно от выкорчеванных деревьев, а также помогать местным жителям, у которых ветром были сорваны крыши. Шквалистый ветер со скоростью до 151 км в час сильнее всего затронул северные районы страны. Свиные почки можно тушить, жарить или пересаживать человеку. Американские хирурги провели успешную трансплантацию свиного органа. Это экспериментальная операция. Присадили ее женщине, чей мозг уже умер. Она успешно работала в течение 52 часов. Действовала именно так, как ей и полагается. И за двое суток не вызвала отторжения. Врачи считают, если проблему совместимости действительно удалось решить, это станет революцией в медицине. В Дубае торжественно открыли самое большое в мире колесо обозрения. 250-метровый аттракцион расположен на искусственном острове. Колесо назвали «Дубайский глаз». На нем 48 кабинок. В некоторых оборудован бар. Можно заказать ужин. Обещают возможность даже устроить конференцию или провести свадьбу. Один оборот занимает 38 минут. Работать оно будет круглосуточно. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруйск-360 и я, Максим Кембель. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Новая неделя, 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 нов